Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос, который вы задаёте. Почему попадаются не те мужчины, чем я их притягиваю? В коллекции употребляющие лёгкие запрещенные вещества, большой любитель пива и футбола, ледоман, антонс-бабник, женатые мужчины и маменькин сынок. Не стремлюсь в брак раз галочки, хочу длительные, счастливые и серьёзные отношения. Как исправить ситуацию? Ну, смотрите. Здесь сразу несколько моментов бросаются в глаза. Первый момент – это ваши отношения к мужчинам, в принципе. То есть они у вас в коллекции. Что говорит о том, что вы к мужчинам в этом смысле относитесь не как к личностям, а скорее вот как к либо потенциальным партнёрам для вот собственно того, что вы хотите. Либо для, либо как к потенциальным мужьям, например. Вот. Либо ещё как-то. Ну, например, как к объекту, да? И самое здесь неприятное то, что, скорее всего, вы сами же относитесь так к себе. То есть вы себя обесцениваете, скорее всего. Это очень важный момент, и на это мне бы хотелось, вот, обратить ваше внимание. Потому что, если вы себя обесцениваете, допустим, то это, конечно, такой вот серьёзный повод для того, чтобы начать психотерапию. Серьёзный повод для работы над собой. Следующий момент. Здесь всё просто. Достаточно. У вас, мужчины, получаются, ну, вот, такие безответственные. Бран, то есть, все вот, ну, обладающие каким-то таким достаточно серьёзным недостатком. Это безответственность, это инстантильность, это такая вот несерьёзность, скорее всего. А вам-то нужна серьёзность. И дело здесь всё в том, что именно по причине вашего стремления к серьёзности, именно из-за того, что вы стремитесь к серьёзности, вы ведёте в отношениях, как мама, как родитель. И, вероятно, по жизни вы себя ведёте также достаточно серьёзно, сдерживая свои эмоции или избегая их. И в этом, на мой взгляд, и заключается основная проблема, что именно ваше поведение притягивает таких мужчин. Дальше, вы пишите мне на седу, значит, как вы написали, длительные, счастливые, серьёзные отношения. Обратите внимание, вы хотите отношений в отрыве от человека. Это значит, что отношения вам сейчас нужны для реализации некой потребности какой-то. Да. Но правда в том, что с людьми так не работают. Вы выстраиваете отношения с людьми. Понимаете? Вы выстраиваете отношения с людьми, а не людей подбираете для отношений. И в общем и целом, как вы можете видеть, проблематика здесь вот такая, как мне кажется, и соответственно именно с этим в первую очередь и нужно работать, чтобы посмотреть, от чего вы пытаетесь, от чего вы пытаетесь себя защитить. То есть вы от чего-то себя пытаетесь защитить. Вопрос только в том, от чего, от чего конкретно вы себя пытаетесь защитить. Что-то вам угрожает, или чего-то вы боитесь, или вот вам важно вот счастливые, ну счастливые отношения обязательно построить. То есть это всё не возникает из ниоткуда. Вот. Это всё не возникает случайно. Понимаете? Понимаете, да? Так что, на мой взгляд, на эти вещи нужно обратить внимание. В целом, всё, что я описал, выдаёт у вас страх близких отношений. Вот. Страх близости, сближения, может быть проблемы с личными границами. То есть вы не отделяете, там, свою ответственность, от ответственности других людей. Со всем этим можно поработать. С вашими страхами и с вашим поведением можно поработать и подкорректировать это. Я думаю, что тогда, в принципе, всё будет у вас хорошо. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь. До новых встреч.